Я пропустил вот эту штуку, что всякое перечислило множество, арифметично. Потому что все остальное я более-менее не снял по доказательствам, а вот это вот я снял по доказательствам. Замечательно. Давайте этот трапилл, что называется, как-то восполним. Я сейчас далек от идеи, что я смогу строго доказать эту штуку. Но! Во-первых, «Нишь тишине» это написано. Сейчас важнее, чтобы вы узнали просто шандайзмовое понятие. Было понятие «вычислимая функция». Вспомнили? Вспомнили. Оказывается, что кроме понятия «вычислимая», есть более такое примитивное понятие, а именно примитивно-вычисливное написание. Примитивно-вычисливное функция. Наиболее разумный способ доказательства вот этой леммы о том, что всякое перечислило множество афетично, состоит в следующем. Нужно объяснить, что любая примитивно-вычисливная функция в некотором смысле выразима в арифметике. А поскольку любые вычислимые функции на самом деле не так уж далеко от примитивно-вычисливных убежали, то заодно и там тоже все получится. Давайте строго обыдерем. Первое. Константа. То есть функция, равная ремнице, на всех значениях, примитивно-вычисливная. Дальше. Функция, которая от нескольких перемен равна одной из них, ну, например, x1, является примитивно-вычисливной. И не обязательно x1 выбрать из нескольких обновременных. Дальше. Если у вас написана функция, то можно взять и подставить. Я не буду сейчас строго писать, что это такое. Но вот что-нибудь такого типа, там, g1, g2, там, от x1, x3, не знаю, там, g3, от x1, x4. Вот такая функция, если f, это примитивно-вычисливная, уже известная функция от трех переменных, а g, каждая от двух, тоже считается примитивно-вычисливной. То есть можно подставлять эти функции совершенно свободно, да? Вот константы, вот дальше. Естественно, что все-таки ошибку и репурсии. Самое главное. Все эти подстановки, переименования неизвестных, это все зашивало. Это все, пожалуйста. Самое главное, что такое примитивная эмоция. Ребята, это именно то, что программисты, на самом деле, часто делают из-за их программы. Когда хочешь решить задачу для какого-то числа, научись ее решать для предыдущего. Как это выглядит формула? Представьте себе, что вы хотите найти формулу, функцию какую-то, заданную от переменной x и от каких-то парагонтов y1 и так далее, y2. Каким способом при помощи примитивной репурсии вы это задаете? Это очень просто. Вы пишете единица y1, y2 и так далее, y2. Это некоторая функция от y. Считается, что она нам уже известна. Замечательно. Вот такая функция, считается, что она уже известна. Это называется база, база репурсии. А что такое, собственно, репурсионный переход? Очень просто. Если вы хотите вычислить формулу, какая-то функция от x плюс 1 и от y. Ну, замечательно. Так что это должно быть? Да, очень просто. Это должна быть некоторая уже известная функция. От чего? От x. От y. И от уже вычисленного значения функции. Вот это называется схема примитивной репурсии. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта функция уже должна быть в данном. Вот это уже вычислено считается в положении. Это у нас те самые параметры. И вот эта функция уже должна быть в данном. Так вот. А дальше. Начинается замечательное дело. Надо объяснить, почему огромное количество любимых вам функций на самом деле являются примитивной репурсией. И надо понять, почему не все функции примитивно-рекурсивные. Господа, во-первых, одно принципиальное отличие примитивно-рекурсивной функции от любой вычисленной функции. Примитивно-рекурсивная функция всюду определена. Понятно почему? Потому что начинали мы с простейших функций, которые всюду определены. А схема рекурсии из всюду определенных функций делает только всюду определенные функции. То есть примитивно-рекурсивные функции всюду определены. Существует всюду определенная, вычислимая, но не примитивно-рекурсивная функция. Это, между прочим, очень забавный факт. Когда какие-то функции, которые будут где-то не определены, это одна ситуация. Но, простите, а окажется всюду определенная функция? А вот оказывается так. Существует всюду определенная функция. Всюду определенная функция. Вычислимая, не примитивно-рекурсивная функция. Господа, обратите внимание, это вещь тоже странная. Доказательство буквального конструкчика. Вот такой вид. То, что у каждой примитивно-рекурсивной функции есть программа. Все понимают? Программа – это то, как она из простейших функций и при помощи схемы рекурсии получается. Программа, такую функцию, такую, такую, такую. Не хочу считаться на это время, но все, что вам в голову приходит, там, типа, n-ное простое число. Очень легко. Правда, легко объяснить, почему она примитивно-рекурсивна. Или, там, не знаю, целая часть корней из n. Тоже. Там, не знаю, там, 2 в степени, 2 в степени n. Запросто. И так далее, и так далее, и так далее. Все такие вещи, они очень даже просто получаются. Ну вот, понимаете, посмотрите. Существует всюду определенная, вычислимая, но не примитивно-рекурсивная функция. Какой сейчас синус? Синус принимает значение в нецелых числах. У меня все функции... Великолепно, будешь. Нет, другое дело, что опять-таки числять, надо быть с какой-то точностью. Синус – нечислимая функция. В том смысле, что если вы мне зададите точность, и число задать, сложное неточное, я вполне посчитаю. Там есть ряды, исходящиеся для этих, т.д. Нет, нет, это не проблема. Значение функции должно быть натурально чисто. x квадрат. x квадрат. У меня даже по рекурсию очень легко. Там просто надо 2x плюс 1 прибавлять, ну, понятно, да, при переходе от x квадрата к x плюс 1. А 2x плюс 1 – это примитивно-рекурсивно, потому что там достаточно 2 прибавлять. А чтобы 2 прибавлять, надо достаточно научиться, 2 раза прибавлять, пределиться. Нет, это все легко. Ребята, это много раз у нас на этих лекциях было уже. Надо взять все возможные программы вычисления примитивной психологии цикла и выписать их через запятую. Вспоминайте, как всегда делали. В Гантерской лестнице. У нас есть какая примитивно-рекурсивная функция. Назовем ее G2. Есть G2, G2 и так далее, и так далее. Вычисливым образом программы я эти выписываю. Понимаете? Ну, по длине, то есть сначала все программы длины 1, потом все программы длины 2, потом все длины 3, а внутри программы длины 2. Отлично. А здесь выстроен центральный ряд. 1, 2, 3 и так далее. Ребята, все эти G-шки, всюду определенные примитивно-рекурсивные функции. Так? Отлично. Продолжение любых простых вещей. Ту самую диагональность. Функция будет выражаться вот так. Gn на n плюс 1. Gn на n плюс 1. Она всюду определена. Так, или в этом месте, то есть принципиальная штука. Оказывается, пытаясь работать с примитивно-рекурсивной функцией, мы не все можем. То есть мы прекрасно с вами понимаем, что вообще-то выписывать эти программы можно, это то есть не можем. Но оказывается, это нельзя сделать, оставаясь вот в той рекурсии. Оказывается, той рекурсии недостаточно. Вот это фокол. Представьте себе, если это будет то же самое, что какая-то там Gn на n. Если это разница будет вверх, например, полночисло n. Но тогда мы сюда подставим вместо n число m, и получится Gn на n плюс 1, это Gn на n плюс 1. Заметьте, вот эта функция, она вычленена. Она всюду определена. Но при этом она не является примитивной. Хорошо.